Из-за карантина в регионе приостановили работу ряд субъектов малого и среднего бизнеса. Там высокий риск заражения из-за неконтролируемого потока людей. Но крупные фабрики и заводы продолжают функционировать. Конечно же, с соблюдением строгих карантинных мер. Работает в новом режиме предприятие, выпускающее бигбэги. На перспективном и уникальном для региона производстве побывала моя коллега Гири Мукашева. Бигбэг, если перевести дословно, большой мешок. Это, в общем-то, и все описание ноу-хау. Внешне, если копнуть глубже, становится очевидно. Назначение и применение бигбэга намного больше той характеристики, что говорится в переводе. За счет полипропиленовой ткани мешок получается очень прочным, а главное содержимое в нем не испортится. По большому счету, хранить в бигбэге можно любое супучее вещество, хоть сахар, хоть цемент. Но нашей аграрной области они нужны для богатого урожая. Чем склад большой для зернохранилища держать его пустым, по большому счету он работает только полгода. Полгода работает. Так ведь, да? Значит, можно очень часто сейчас технологии позволяют использовать как раз-таки бигбэги для хранения зерна. Бигбэг, который здесь изготавливают, выдерживает около полутора тонн. Глава региона заинтересовался. Только вот для зерносеющей области мешки нужны побольше. Хотя бы на тонн 100-150. Производить такие высокопрочные бигбэги смогут, заверил гендиректор, в будущем. А пока цеха работает в тестовом режиме. Скоро привезут оборудование, которое позволит самим выпускать нить и делать из нее полипропиленовую ткань. Но пока материал привозят из России. Раскраивают и сшивают детали. Швея должна обязательно уметь все операции делать. И все шить уметь мешки. Моделей очень много. 50 и более. Да. Но мы вот сейчас только начинаем. Буквально освоили две модели. Мы работаем первый месяц. Мы еще ученики. У нас нет еще, конечно, определенного плана. Но мы уже начинаем работать. Даже на скорость пробуем. На сегодняшний день, например, мы должны сшить на человека 25 мешков. Работают на машинках из Японии. Стоимость одной – 5800 долларов. Но они свой ценник оправдывают. Производство уникальное. В стране всего пара предприятий занимаются изготовлением таких мягких контейнеров. 60% потребностей биг-бега в Казахстане закрывают российские компании. У нас есть уже небольшие потенциальные клиенты, с которыми начинаем работать. В 2021 году планируем уже выйти на нас в компании. С общим объемом 200 тысяч. Это оборот хороший. Благодаря этому объему мы, наверное, трудоустроим в пределах 200 человек. Вложили около 600 миллионов ценге инвестиций. Порядка полумиллиарда взяли через госпрограмму «Дому НДРС» на 10 лет под 6% годовых. Заказали оборудование, выкупили и сейчас приводят в порядок пустующие здания. Бетонные коробки стояли без дела около 10 лет. Зато сейчас здесь перспективное производство и новые рабочие места. И таких, пока еще заброшенных зданий с огромным потенциалом в областном центре немало. Территория только одного завода имени Калинина. Чего стоит? Там будет дата-центр, плюс будет там центр строительных материалов. Территория Береке под свободную экономическую зону. Территория бывшего завода МЛД. Там тоже огромные территории. Буквально вот в течение двух недель мы приступаем к ремонтно-восстановительным работам. А еще в области запустят производство бумаги и ламинированной фанеры. Цеха разместят тоже на месте пустующих зданий. Инвесторы уже их восстанавливают. Всего в Петропавловске идет работа по реконструкции 22 заброшенных объектов. Агири Мукашева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok